Закончить раньше срока, не теряя в качестве. Такую задачу поставили себе подрядчики, которые занимаются перекладкой теплопровода на улице Челюскинцев. Под замену попал участок от Радонежской до проспекта Ленина. Больше половины теплотрассы уже смонтирована. Подрядчик приступил к благоустройству. По графику закончить работы должны 15 сентября, но если рабочие сохранят темп, то участок полностью запустят уже в конце августа. Новые трубы оснащены системой дистанционного контроля утечек воды. Можно определить будет непосредственно, где произошел порыв. Ну, в надежде, что это не так очень скоро произойдет, потому что 50 лет гарантии – это минимальный срок. Соответственно, трубы будут служить долго и не будут возникать проблем для жителей города. Часть теплотрассы смонтированы на улице Фискультурной на участке протяженностью 662 метра от проспекта Кирова до Металистов. При этом работы не влияют на подачу жителям горячей воды. Здесь, как и на других адресах, собран временный трубопровод. На объекте работают до 10 единиц техники и бригады до 15 человек. Часть труб уже накрыта изоляцией, скоро их начнут засыпать. Здесь передали подрядчикам под благоустройство. Сегодня в ночь они обещали выйти и начнут засыпать. Я думаю, в ближайший день-два все будет засыпано, защебенено и, наверное, черновой асфальт они сделают. А вот основные работы на улицах Блюхера, Гастеллы и Рабочие уже завершены полностью. Теплотрассы отремонтированы. Остались лишь работы по благоустройству. В каком состоянии эти и другие объекты сегодня проверили участники штаба по подготовке города к отопительному сезону. Такая работа ведется каждый день. И любые спорные вопросы и ситуации решаются оперативно. Благодаря взаимодействию ресурсника, подрядчиков и городских властей. Контроль ведется ежедневный, в том числе и субботу и воскресенье. Те подрядные организации, которые работают на местах, сотрудники непосредственно городской администрации департамента, МП ГАТИ объезжают в ежедневном режиме. Всего в городе в этом году отремонтируют 22 участка теплотрасс. 15 изначально были в плане, а 7 адресов дополнительно включили список из-за перехода города в единую ценовую зону. Все работы должны завершить до середины сентября. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.